Итак, мы научились танцевать в квадрате с препами. Раз, два, три и четыре. И раз, два, три и четыре. Раз. Итак, что же можно тренировать на этих шагах? Подвижение вперед, бок, назад и вбок. Можно тренировать так называемые препы с мужской и с женской стороны. Чаще всего с женской стороны при движении вперед, с мужской стороны при движении назад. Быстро напомню. Мы делаем с правой ноги два шага вперед на два счета, на сильную и слабую долю на раз, два. Делаем три полстеп в сторону сейчас для удобства. Потом левой ногой делаем два шага назад. Раз, два на два счета. Делаем три полстеп в сторону сейчас же для удобства. В шагах вперед, с точки зрения партнерши, первые два шага – это старт практически любой фигуры. В базе он никогда не меняется. На первом шагу может ничего не произойти. Но второй шаг важнее первого, потому что кроме его шага на движение вперед, может произойти тот самый преб. Как же работает преб? Преб работают правым плечом вперед, и левым плечом вперед, и ногой, и бедром. Это то, что мы видим. По факту у нас работают стопы и корпус, но корпус работает не вперед, а назад. Шагая правой ногой вперед, чтобы совершить преб, очень важно левым плечом немного задать движение назад. Бум! И вас развернет. Шагая же вперед на правую ногу, задавая правым плечом движение назад, и дальше за ним поворачивая свою правую ногу, и пятку подводя под себя, выставляя левую вперед, мы получаем преб на два. Как преб работает у партнера? У нас есть такое же понятие, как работа корпусом, но она чаще всего в шести случаях из восьми, относительно комбинации рук, работает с крутками корпуса. В частности, шагая назад левой ногой, первый шаг, первый, убедитесь в том, что вы не пошли левым плечом, убедитесь в том, что вы пошли правым плечом назад. И шагая второй шаг назад левой, правой ногой, в зеркале же также левая, убедитесь, что вы идете левым плечом назад. С мужской стороны это не повороты корпуса вправо и влево. Если вы будете поворачивать свой корпус вправо и влево, вам будет не очень удобно в вашей пояснице. Ко всему прочему, ваши стопы могут интуитивно закосолапывать шаг. Итак, убедитесь в том, что шагая левой ногой, на самом деле вы толкаете себя правой, и правая нога толкает ваше плечо назад, свое же плечо, свою же часть тела. Шагая правой ногой, убедитесь, что вы толкаете себя левой, и левая нога толкает левую часть тела назад. Итак, как это все работает в квадрате? Давайте начнем назад левой ногой. Шесть, семь, восемь. Раз, два, три и четыре. Раз, два, три и четыре. Скрутки корпуса мужские премы. Раз, два, три и четыре. Раз, женские, два, три и четыре. Правым плечом назад. Раз, левым, два, правым, три и выровняли корпус. Левым плечом назад. Раз, два, три и выровняли корпус. Семь, восемь. Раз, два, три и четыре. И раз, правый назад, два, левый назад, три и четыре. А как ты будешь это делать? Напишите в комментарии, в каких тренировочных моментах вы ожидаете в будущем. А как ты будешь это делать? Спасибо.